Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Сейчас такое происходит в мире, что очень грустно и печально на это смотреть. Люди сошли с ума. Я обычный задрот, если даже будет конец света, я буду наверное играть в MMORPG. Продолжаю делать видео по теме Lineage 2 Mobile, потому что основное количество людей подписывается именно по линеечке. Вот из-за этого я отталкиваюсь от этого и пытаюсь делать контент. Вот сверху вы видите видео, это фарм орденов славы, который я делал 2 месяца назад. В том видео вы можете увидеть, что у меня было орденов славы 10 миллионов с чем-то. Ну сейчас почти уже 30, как раз на второй скилл у меня почти вот еще чуть-чуть осталось немножко. Я рассказываю как там фармить ордена славы. Кстати, этот метод, который я сейчас расскажу в дальнейшем. Дальше, как фармить ордена славы, потому что много кто пишет, где пачками фармить ордена славы. Я вам скажу, что вы сможете фармить до миллиона в день орденов славы. Это не вранье, это чистая правда. Я расскажу, конечно, вы сами решите, нужно вам это или нет. Конечно, там будет у вас зависеть в основном от буста, потому что миллион в день я беру, вот видите, это разоренный замок. Это основное место, где вы фармите ордена славы. У меня примерно выходит 40 тысяч в час. Если мы возьмем каждый день на этот замок, дается 1 час. И плюс вы можете купить часы после 40 уровня достижения еще 1 час за 300 тысяч аденов. Итого 2 часа в день, это с моим бустом, который у меня сейчас есть, я фармлю на 4 скиллах. Это удар пламени, метеор и снежный шторм и восстановление заклинаний. У меня выходит в целом от 40 до 50 тысяч. Ну, возьмем 40 тысяч, к примеру, да. Если мы умножим 40 тысяч, умножаем на 24 часа, мы получим 960 тысяч орденов славы. Но вы скажете, где взять столько часов розе? Не новшество, что я сейчас расскажу. Вам нужно создать альтов на других серверах. И когда придет трансфер, просто основой прилетать и забирать часы, которые будут ваши альты покупать на тех серверах. Это не новшество. Я ставлю труды в своем дискорд канале. Вы можете ознакомиться и прочитать, как правильно сделать твинов на серверах. Вы должны понимать, что, к примеру, я потом вставлю тут картинку. Вот вы видите, трансферы проходят каждые 3 месяца. И ваши твины могут каждый день на других серверах скупать часы. Правильно? Вы создаете 2, а там 3 твина. Ну, все зависит от вашего, конечно, кошелька, от ваших возможностей. Вот я, к примеру, создам одного твина. Потому что это очень затратно. Получается, будет смена сервера. Это будет стоить 1000 алмазов. К примеру, можно сделать так. Нафармить какой-то краснухи, вещей. Потому что при трансфере, когда вы будете телепортироваться, вы можете с собой взять там биллион адены и какое-то количество вещей. И продать на том сервере. Потому что вам нужно будет 1000 алмазов перелет на тот сервер. Вы забираете с твина, получается, часы, которые он нафармит. Получается, один твин сможет фармить вам 90 часов. Потому что трансферы раз в 3 месяца. И вот этот труд рассказывает об этом, как создать твина, как качать твина, где брать адену. Очень хороший труд. Но человек просил подметить, что количество орденов на самом деле 45 тысяч в час для арба. Но чем выше буст, тем больше. Вы сами должны это понимать. Чем больше вы мобов выносите, тем больше. Но если хороший буст, очень хороший. То можно и фармить в 70. Но вы сами понимаете. Альты на аккаунте. Также вы часы можете получать. Тайное хранилище Небулита. На своих альтах на аккаунте. Если у вас есть 50 альты. Вы можете ходить в тайное хранилище Небулита каждый четверг. И еще дополнительно получать часы. То бишь у вас на аккаунте есть 3 слота. Но вы можете еще 3 слота докупать. И получать еще в неделю 6 часов. Вы получаете примерно у вас выходит в неделю около 20 часов. Вы можете Небулита ходить своей основой и альтами на аккаунте плюс 6 часов. Но конечно Небулит порезали. Раньше можно 2 раза было в неделю ходить. Но Небулит порезали. Там выходят новые проекты. Я понимаю. Там вышел какой-то клон Ла-2. Я понял, что часть людей туда ушла. Что-то такое. Там много очень проектов в этом году выходит. Интересных, которые возможно вас затянут. Но люди как бы ищут проекты, которые в основном будут приносить какой-то доход. Ну а мы пока говорим о Ла-Недж 2 Мобайл. Потому что эта игра, она еще долгое время, я так понял, будет приносить радость и комьюнити в эту игру. Потому что она популярность не теряет. На данный момент эта игра топчик. Я сужу только по подпискам по моему каналу. То, что приходят новые зрители. Я вижу ваши лайки, которые вы ставите. Так, в целом, так, я отошел от темы. Говорили об этом труде, да. Вы скажете, ну 90 дней это долго. Ну вы сами посчитайте просто. 90 умножаем хотя бы на 2 твина. Это 180 часов. 180 часов мы умножаем на 40. Это я по своему бушту сужу. Это 7 миллионов 200 тысяч обденов слабы. Это если вы сейчас создадите твинов. Это 2 твина. Это 2. Можно еще, если можно 3 твинов создать. Ну конечно вам нужно будет потратить на перелеты по серверам. Это на 3 прыжка алмазов. Умножаем это 3000 алмазов. Плюс твинам надо будет немножко закинуть алмазов, чтобы покупать шилки, сдавать в магазин. Еще, короче, где-то полторы тысячи там. Но это сугубо берем. Ну короче, итого 4000 алмазов. Вы тратите 4000 алмазов. Это 2 твина, которые скупают вам при перелете. Летаете по серверам. Забираете эти часы, которые скупают ваши твины. Также этот магазин, если вы будете скупать, к примеру, кристаллы души и карты на другом сервере. Вот, к примеру, я играю на Эрике 2. Я полечу к моему твину на Эрику 3. И получается, что вот эти магазины, которые вы будете скупать, кристаллы души и карты, они совмещаются. Но самое главное, это, наверное, кристалл души, который вы будете скупать. Очень большой буст идет именно от кристалла души. Очень неплохой буст. Тут и шанс двойного, и крит, и весь урон, и точность, и защита в пвп. Очень много буста идет. Я в целом посмотрю по вашим лайкам, если вам будет интересно. Я оставляю этот труд у себя в дискорд канале. Вы просто можете ознакомиться и прочитать. Там небольшие 2 листочка. Автор очень переживает, что там немножко недополненная информация. Но в целом там расписано и рассказано, как создать твину, где брать Адену. И вы скупаете магазин. Просто потом перелетаете своей основой, к примеру, с Эрики 2 на Эрику 3. Забираете часы. Плюс совмещаются души и карты. Потому что, когда я Розе улечу, к примеру, я заберу с собой все коллекции, все карты. Печати души, я так понял. Короче, весь буст я забираю с собой. И все альты, которые у меня будут на аккаунте, на Эрике 2, они останутся без буста. И также, когда я заберу с Эрики 3 у своего твина часы и совмещенный магазин, который мне даст буст по картам. Также я перелечу на другой сервер, Розе Ж. И я заберу весь буст с того твина. Вы понимаете, вы просто вдумаетесь, какой это колоссальный буст. Вам просто надо немножко уделить времени, 10 минут времени, даже меньше, наверное. Чтобы прочитать это все и понять, что это вам нужно. Это не новшество. Это уже давно придумали за нас, как бы говорится. Это давно уже существует. Просто я доношу своим подписчикам и на видео с доходящим людям, возможно, вы этого просто не знали. И как бы сказать, это очень крутая информация, это очень круто. Об этом говорил Дубер, когда я делал обзор на его чара. Я вставлю вот этот фрагментик. Так, кстати, ну вот еще из Обязавовки, на тех серверах, где мы были, а мы оставляли где-то, ну, по 700, по ярду Адена, чтобы они закупались. И на трансфере с этих серверов полетят твины, которые привезут часы, карты, души. И, соответственно, это будет стакаться. То есть и карты, и души, которые на твинах это все накуплено, они будут стакаться с текущими. Ну, то, что ты скупал за Адену, получается, ты перевезешь твина на этот сервер, где ты находишься, и оно будет плюсоваться. Да, оно соединиться. Мне написал хороший человек, он мне просто, он предложил мне сделать контент на этот счет. Он, конечно, стесняется, это мистер Икс будет. Но он написал Конраду. Конрад мне скинул вот эти наработки. Он, конечно, очень сильно переживает то, что там немножко недоделано. Но в целом там все понятно и расписано ясненько. Как бы для меня лично очень все понятно. Если вы будете играть Ленедж 2 Мобайл, вам это нужно знать. Потому что филоскилы еще долгое время будут стоить очень дорого. Наверное, самый легкий способ их добыть. Ну, вы тратите, вот, к примеру, я нафармил 20 миллионов Орденов Славы за сколько получается? За 2 месяца и 10 дней где-то примерно. Но у меня на складе было 100 часов, я раньше копил, складывал на склад. Бывало такое, что прилетали вары и нужно пыли часы, чтобы постоять спокойно в замке. То я хранил часы, а сейчас я как бы ПВЕшник. Я в ПВП не участвую и не буду, потому что у меня чар. Там фармить спотик, крутить алхимку, наслаждаться ПВЕ игрой. То в целом, я бы уже давно был бы с Хаосом и я бы копил уже на следующий скилл, который будет за 45 миллионов Хонора. Потом будет еще четвертый скилл, который тоже будет 45 миллионов Хонора стоит. То бишь, мне надо 90 миллионов Хонора где-то брать. А это самый легкий путь их получению. Если вы будете иметь хотя бы 2 твинов, давайте посчитаем. Это получается за 3 месяца вы получаете 180 часов. Да, хотя бы это 2 твина, которые скупают часы на других серверах. Давайте посчитаем в год. Умножаем на 4, у нас получается 720 часов. 720 часов мы умножаем на 40. Это 2800. Но это за год, вы понимаете, это плюс. Это я не беру еще на сервере. Вы фармите именно на сервере. Вот смотрите, я смог нафармить за 2 месяца 20 миллионов Хонора. А это плюсик тому будет просто. Это обычный плюсик. 2800, это обычный плюсик в год. С 2 твину. Обычный плюсик по орденам. Просто вы задумайтесь. Тот путь, который вы должны выбрать, чтобы играть в Lineage 2 Mobile. Я думаю так. Я не знаю, может вас запутал, может нет. Задавайте вопросы, пишите комментарии, во что играете. Куда планируете уйти с Lineage 2 Mobile, если хотите уходить. А может быть с вами уйду. Но это не точно. Lineage 2 Mobile сама по себе очень великолепна. Своими картинками. Потому что люди играют Lineage 2 Mobile ради вот этого. Ради вот этого. Ради вот этих глаз. Красивых глаз. Давайте еще глаза посмотрим. Вот посмотрите какие глаза. Вот просто великолепные. Просто невероятные глаза. Давайте тоже посмотрим. Ну тут так тоже красивенькие глаза. Ну ничего так, да? Красивые. Ради вот таких глаз играют люди. Смотрите какие глаза. Красивые. Да? У тебя сексуальные глаза. Так, ладно. С вами был Розе. Задавай вопросы, пиши комментарии. У меня есть группа телеграм-канала, где иногда новички задают разные вопросы. Я отвечу или какие-то добрые люди вам тоже ответят. Вы можете обсуждать разные темы, что происходит. Так, ладно. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Задавай вопросы, интересующие тебя. Всем пока.